Мама говорит, а я болезненная была, тем более в Россию приехала или с эвакуации, чуть не умерла вообще. А где вы в Аквасе были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Давай сейчас быстренько приквачу, чтобы на пол диваня с вами. Мама меня взяла. Я в Ленинград, папа в Ленинграде, в Бадайских складах служил. Мы к папе приехали, а папа говорит, что Марфуша, я, говорит, хочу вас забрать сюда. Все же здесь город и это самое. А мы до Пелы доехали, поезд остановился и сказали, что дальше поезд не пойдет. Идите во МГУ город, как хотите, пешком. МГУ бомбят. А у мамы двое детей здесь остались, брат и сестра. И она вернулась. И она вернулась. Мама тут, мы бежали до тети Нины. А тетя, ее сестра жила в Горах, на станции Горах. Мы добежали до тети Нины, она со мной бежала. Вот. Прибежали, а у тетки там какой-то офицер был. Машка. Я не знаю, у нас же тут железную дорогу охраняли военные, этот мост. Может быть, через МГУ вот этот. Да, вот этот мост охраняли военные. Ну и это самое, откуда этот дядька был, я не знаю. Но я знаю, что он военный был, мама рассказывала. И когда мама услышала, что МГУ бомбятся, и самолеты и у нас тут летали, это самое, мы в болото убегали из домов. Потом самолеты улетели, мама ни в какую, домой, домой. Как же дети оставлены с 20-30 года, сестра с 25-го года. В общем, маленькие, небольшие, подростки. Наш дом был где-то вот за этим домом. Там стоял дом, она. Вот. И это самое. Он говорит, я пойду вас провожать. Вот. Раньше там переезд был. Вот. И дорожка вот так проходила через лес. Здесь лес был. Где вот садоводство сейчас? Вот это садоводство было нет. А вот эта гора, вот сейчас вот это, вот пока вы под гору туда спуститесь, там небольшой был такой, это, ну может быть метра 3-4 так поле еще было. А здесь Ромашки расслеживали к колокольчику. Вот. И воронки были. Вот. Ну это самое, и тропинка через лес. И вот мама через, мы стали к высоковольтной подходить, и кто-то выстрелил в нас. Вот. И пролетела пуля мимо меня и мимо этого мужчину. Вот мимо нас вот так пуля пролетела. Вот. Он тогда меня поставил на ноги и говорит, иди с мамой за руку. А я, говорит, а он вооруженный. Он побежал, говорит, у нас тут выброшены эти, хорошие кисты немецкие уже. Вот. И это самое, ну прибежали домой, мы с мамой, мама плакала, и сестра с братом тоже тут слез было. Вот. Ну в домах были, дома были, деревня была полная, занятые семьи большие были у всех. Вот. Ну это самое, сестра говорит, мама у нас кровать на колесике, кровать я раньше же железная на колесике. Ты помнишь, я есть еще. И, говорит, у нас катались кровати по дому. Как, говорит, у нас деревня вся по дуном ходила. Мугу бомбили, разбомбили вот этот состав, который формировался для вот этих эвакуаций. Вагон с солью разбомбили. Ну все там, в ГАИ тогда была узловая станция. Вот. И ходили туда до солью. Вот. Моей сестры папа даже помогал, Валя ходила за солью, так вот помогал ей солью набрать. Ну а в августе или в сентябре пришли немцы. Приехали на мотоциклах сюда. Их встречали. В сорок первом. Да. Это сава. Вам как раз пять уже исполнилось. Да. Вы так все хорошо помните вообще. А я очень хорошо помню. Почему? Потому что мама очень много рассказывает. Это я все помню уже с маминых слов. Вот. Пока еще я маленькая была, что я могла помнить. Такие страсти, страсти были. Я сегодня до зари встану, по-широкому пройдусь в полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной помню.